Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал на сетбитый и длиниевый я, ой, чё ж так подтормаживаешь-то, если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись видео до конца досмотри, в общем поучаствуй, тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация, ну, в общем вы все поняли. Так, ну что, продолжаем, да, так, кто у нас Джей, это Пигарина, а это у нас похищение его бабы, да, ну поехали к ней. Аюшки. Кажется, тут все еще. Кики. Кто такая Кики? Сто процентов. Слушай, отстань, а? Ну, блин, знаете, смех смехом, ну реально уже поднадоела эта тема, блин, с этими свиданиями и так далее, ну и всех нахрен. Очень сильно затормаживает процесс, очень сильно. Сейчас поднимусь. Внутрь заеду и поднимусь. Ты че за хрен? Кто такой? Свидетель. Эх. Не повезло мужику. Не повезло. Так, где квартир-то? Так, еще поднимаемся, видимо. Не сюда. Не сюда. Не сюда. И не сюда. Еще выше. Нет. А это уже крыша. Блин. Ну че за дела? В какую квартиру-то, алё? Не то. Не то. Не то. Не то. Смотрим, как были. Тоже не то. Не это. Поднимись, главное сказано. А, вот так может? Нет. Это явно текстура. А, вот она, наверное, блин. А, точно. Фотографирую Грейси. Бить-то ее зачем, блин? Живой. Тут пушки есть? Что-нибудь есть вообще? Ничего у тебя тут нет. Да, ну вы нашли местечко. Ну че? Норм? Паки. Пакулька. Так, нет. У меня тачка с другой стороны осталась. Опять свидетели. Ну? Паки-паки. Ну че скажешь, Паки? Э, куда? В смысле? Я ничего не нажимал. Ну ладно. Интересно поговорили. У меня реально ничего зажатого не было вроде бы. Ладно, поехали к этому. К Пигарина. Перегорина. Перегорина. Интересно у нас тут задание, да? Человек-паки. Человек-паки. Человек-паки похитили. Потом Капигарин за заданием поехали. Красота? Привет. Ты кому маш? Надо полагать федералам. Они всегда в это время тут проезжают. А что, тебя это беспокоит? Когда ты замужем за драконом, нужно быть готовым к тому, что на горизонте появятся рыцари, ищущие убить его. Придурки все они. Все вы. Вот и поболтали. А, какая разница. Давай веселись. Найди какого-нибудь приятного паренька, да и шлепни его. Лучше всего, если у него останется молодая семья, которая будет по нему безумно скучать. Чувак, на диване удобней. Привет. Привет. Мистер Пикарин здесь? А, конечно, я схожу за ним. Энтони, ты заткнешься? Не, ну правда отвали уже, а? Да, вали отсюда. Не возвращайся, пока тебе не переседят новый мозг или что-то в этом роде. Прошу прощения, я так рад видеть тебя, Ника. Взаимно. Я хотел обсудить с тобой еще пару вещей. Во-первых, можешь грохнуть этого мудака? Да, без проблем. Во-вторых, заходи. В общем, слушай, у нас образовалась небольшая проблема с Паваном. Да, я заметил, это на вашей последней встрече. Как они смотрели на нас, а? Потом изброд какой-то. И так было всегда. А и нас из Акванта не держат, так, за шейку макаронников? Если все хорошо, значит нас поимели. Мне жаль-то слышать. Ну еще бы. Слушай, какой-то из их людей сегодня в городе собирает свою долю от выручки алдорнистских букмекеров. Говорят, что сейчас они в Экторе, в Динере. Разреши их и проследи за ними до встречи. Помешай встречи и разрешу себе оставить деньги себе. Только убедись, что Павана крепко от тебя досталась. Ясно? Более чем. Капищ. Капиш. Каплю, каплю. Ну поехали. Закусим. На всякий случай. Чтоб в случае чего не терять время. Да, вообще, конечно, скотская тема со всей этой гангстерскими этими разборками. Ну не знаю. Реально ведь по большому счету. Как это? Люди гибнут за металл. Ни за что фактически. В чем гибнут не те, кто решает, а те, кто исполняет. Ну кроме главного героя. Это да, этого хрен сломаешь. Ну вот. Зачем петь красный свет мне включили? Не знаю. Уже под конец. Все-таки, по-моему, они сильно ошиблись, когда начали делать столько дополнений за байкера, за вот этого гая или гея Томми. Как правильно? Я уж не знаю, кто он. Гай, гей. Так это гей Томми или Тони. Блин, так в смысле он гей? Какой же он гей? Я вроде немножко играл. Нет там никакого гея. Обычно вполне себе. Как мужик с обычными потребностями. Или от него. Короче, ладно, хрен поймешь. Здорово, пухляш. Че так разожрался-то? Что тут еще макарованник? Ох, ничего себе у тебя машинка. Господи, боже мой. Думаю, этот парень работает на пигарина. Боже, они, видать, совсем отчаялись. Давайте отрываемся от него до того, как придем на встречу. Да. Нет, чувак, оторваться у тебя не получится. Ездить ты, к сожалению, не умеешь. Целец. Хотя тачка у тебя, в принципе, неплохая, но я тоже не на самый плохой еду. Твоя, да, но твоя... Его тачка шустрее, но, видите, у него нет задачи уехать от меня здесь. То есть в этой игре все-таки более лайтовый вариант. Прикольно улетел. Нифига себе ты, бульдозер, блин. Прости, чувак. Поймал как мог. Короче, ближе лучше не вставать. А то он стреляется. А убивать его нельзя. Да что ж ты делаешь-то, придурок, блин. Даже я так... thing building can be fried. ну ну ты чё блин товарищ менты, а где вы что, алё? как наверх подняться, эй! так, подожди, а где вы что, алё? где он тут? нет, тачка ещё в прошлый раз приглянулась странное задание, да? вот без дураков реально странное, ну то есть ничего себе, он на этой машине от меня уехать не смог идиот, ой дебил да вы посмотрите на эту красавицу он как жмёт, блин всё, ребят, забудьте про меня пошли починим эту красотку ага, пиби пигарина барахло у меня, Джимми отлично, мой мальчик, надеюсь, ты заставил их страдать нужно показать им, что Олдер не вотчина пигарина ну, тебе тоже кое-что перепал, да? в роль того тогда можешь заплачивать мне небольшие проценты ну, знаешь, от всей нашей верхушки мы итальянцы веками так поступали хорошо, что я не итальянец не, чувак, давай-ка, ты сразу сказал чётко, что я получу, то я забираю всё, так что нефиг тут коней на переправе не меняют так, мне нужна бронька, да? да и патроны, наверное, нужны будут где-то там не, ну теперь ты можешь тратить полмиллиона собран там вроде других ачивок если не соберите миллион миллиард не было не, ну что, железо, которое ты обещал Ника, ой, Джейкоб так, поехали как он на этой тачке от меня уйти не смог? я вообще не понимаю ну, посмотрите на эту вон как идёт а, ну понятно то есть тут всё-таки в плане заносов заносами лучше не заниматься ну да ну, а если аккуратно ехать, один чёрт вон, чё-то притормозил и всё, нормуль да, Ровки Никит, говорит, дочень ты лучше у ирландцев а тебе-то что? да ничего, я только уверен, что отчего всё не заплатят это её приятель Голубой Тони с первой моей грёбаной стекляшки бриллиант, который у вас увели в музее ну, мы сначала не думали на Тони но все ныточки идут к нему значит, это он грабанул сак и забрал стекляшки? у меня увел деньги байкер, помнишь? бриллианты кто-то продал? не умничай забери бриллианты у Тони ирландцы будут в расчёте и ты со мной будешь в расчёте мы с тобой так в расчёте да, прости, что задержал но тут вещь, звонили, как бы тут такое дело так нет, оружие мне не надо мне для снайперки энтер ага так вот, не надо и всё перегружен, хорошо вообще красота так, чё у нас по гранатам всё, максимум чё ж ты базуками не торгуешь? спасибо, чувак красава вообще да блин, опять тачку убрали так господи Ника ты обратился на свою свадьбу? я даже не думал, что вы знакомы мы и не были знакомы просто позвонил, сказал, что я тебе нравлюсь и что она хочет, что я пришла это правда, Ника? думаю, да тогда увидимся на свадьбе тачку отдайте, сволочи не, серьёзно, а где машина-то? ну, исчезла, ок и чё, всё, что ли, с конца? а, вон она, где запаркована, похоже не, подожди, это не она не этот, не она, по-моему или она? не, это чё-то другое не, это-то моя да ладно, серьёзно, он меня без тачки, что ли, оставил? зашибись просто супер может, она всё-таки где-то тут запаркована ну, ты, Джейкоб, блин, даёшь нет? да господи Белик, хочу представить тебе Джону Гравелли главе семьи Гамбетти ему нужна помощь я уже работаю на другую мафиозную семью те ещё, сукины дети Пегарина? да это даже не мафия только Гравелли знает, как тебе помочь он в медицинском центре в Шотлере скажи ему, что вот этот наш общий друг он тебя уже ждёт наш общий друг и оставили бы меня без хорошей машины твари давайте какую-нибудь возьмём вот эту, ух ты что-то оригинальненькая что-то я с таким стеклом ещё не брал здесь да ну хорош, заколебёте вы чё все, блин, с цепишей сорвались ни-ка о, гонки гонки давай, я не против так не, тяжеловато всё равно тяжеловато идёт блин, надо в этом городе тоже где-нибудь найти да, тормозит тяжеловато вот у тех гоночных машин серьёзно вот у гоночных машин которые рядом с персием но вообще вот этих спортивных у них, так сказать у них более чёткая управляемость что ли я даже не знаю они просто лучше себя чувствуют на разгоне и так далее она в принципе неплохо разгоняется но точнее так у неё неплохая своя скорость но вот именно в плане разгон торможения так себе так что надо сначала взять персиевскую кол персиевскую тачку ну или где-нибудь по дороге тут что-нибудь подобное подрезать если повезёт чё-то пока не везёт блин, ну так обидно, а долбаный Джейкоб ну блин, надо помнить что с ним лучше не парковаться идите подальше вставать чтоб машина не пропадала она именно пропала зараза такая так-то она не должна пропадать на гонке мы явимся в нормальной машине уж извините а этот возьмём достиг местного назначения ну хорошо тебе виднее вот чувствуете разницу насколько приятней всё-всё-всё я убежал туризму ну туризму так то вон у неё на заднице написано туризму туризму так туризма а, стоп окей, поехали туда неожиданно я чё, думал мне тоже дорога назад потащить ну ладно, отсюда так отсюда хорошо, что здесь нет ограничения да, вот на этих гонках я хочу сказать приезжай, когда хочешь начинай, когда хочешь каких-то дурных ограничений час там или ещё сколько-то ну, как по мне это правильно ну, именно для игрока потому что блин, эти ограничения ну как сказать во-первых, неизвестно что с тобой может случиться по дороге мало ли вот ну и просто видите, разница вот между именно торможением и ускорением после торможения плюс сцепление потому что например ну как бы тут нет такого что типа машина жопа летит вперёд носа блин нет она именно что разгоняется так сказать ся и целиком а то какой-то буллет буллет GT блин в этом во флотауте жопа вперёд носа улетает всё время блин даёшь разгон задние колёса 200 передние 12 передние 20 блин вся машина совокупно 34 блин жопа впереди носа отличная тачка ё-моё действительно пуля а ведь если по этой пули добавить управляемости хотя бы 2 единички там намного бы всё веселее на ней было ну тогда бы это была имба-тачка без дураков то есть буквально с её-то разгоном с её скоростью ещё хотя бы пару единиц управляемости и это была бы дичайшая имба-тачка интересно а как бы выглядела в этой игре вот во флотауте я сейчас задумался да, машина у которой всё всё на десятке то есть скорость разгон ну всё в общем по 10 как бы это ну вообще воспринималось в самой ну движком на движке игры ну здесь я выиграю без вариантов вот посмотрите на чём мы не приехали а чё уж а куда ребят чё-то вас сразу налевку понесло да ты чё ты прям такой шустрик да сколько кругов? 3 ну слава богу значит и круг не самый маленький ну вот кстати у этих машин есть небольшая куда это он а нет опасность есть он тупой нет ладно беру свои слова назад я только хотел сказать что типа раз у этих машин ну они не слишком шустрые да то есть вероятность что они не будут улетать с трассы потому что здесь же у компьютерного скажем так у местного искусственного гоночного интеллекта есть некоторые проблемы но тут нет грамотного вождения тут именно что интеллект он просто тупо ломится вперёд на большой скорости если я ещё раз повторюсь в предыдущих частях игры там как было то есть да они ломились вперёд но у них реально были у них реально было читерное превосходство потому что если ну кто мне не верит попробуйте в Сан-Андреасе поиграть например в гонку на мотоциклах вы охренеете от того какие там фортили и на каких скоростях выписывают ваши противники при том что вас если вы попытаетесь что-то подобное изобразить ну как это нет ну может конечно задрочиться по полной программе и что называется всё по миллиметрам рассчитать может у вас и получится может быть но вот для среднестатистического игрока ну не знаю это надо как-то уж очень любить гонки чтобы так заморачиваться в Сан-Андреас здесь в этом плане гонки упростили ну если конечно у вас есть нормальная машина да не надо забывать что всё-таки у меня может быть не самая лучшая тачка но одна из то есть хороший разгон вполне себе держит на поворотах и так далее ну если конечно притормаживать вовремя вот пожалуйста как бы хороший разгон после этого набор скорости и так далее она подходит для гона понятно что если вы будете приезжать на всяком шлаке кстати вот знаете удивительно да ведь в том же вот пожалуйста пропустил поворот в том же Сан-Андреасе да если вспомнить ведь очень хорошо была развита тема с тюнингом ну ладно не так хорошо окей но она всё-таки была и к слову сказать нет на самом деле она была очень хорошо развита потому что например разные колёса в тюнинг в мастерской тюнинга давали вполне себе разный эффект ну то есть на внедорожник на колёсах внедорожника реально было легче ну я не помню какой там правильный перевод потому что у меня-то там перевод был кривущий как не знаю чё точнее даже не так он не был кривым там если матерились то матерились но вот именно всякие надписи там были колёса перевезены как доступ я больше чем верю что это неправильное название с другой стороны ты не хочешь перевод будем честны вот но дело не в этом я хочу сказать то есть были например колёса вот эти вот доступ которые я больше всего любил они были пипец хорошие потому что с ними любой машина управляемость улучшалась просто неимоверно то есть закись азота давала себе знать всякие там занижения завышения тоже ну то есть это скажем так этот тюнинг он работал не так может быть офигенно как не знаю в специфической специальной гоночной игре но все-таки почему здесь этого не сделали то есть здесь вообще нет никакой темы с тюнингом хотя казалось бы гонки есть почему бы ну реально почему бы не сделать то есть фактически даже ну даже в iCity был какой-то тюнинг ну такой какая-то автомастерская которую ты покупал в итоге даже там это было в третьей в Сан-Андреасе вообще как бы сделали почему в четвертой части это не разве интересно в пятой есть вот даже любопытный сейчас стал в четвертой вообще ведь если подумать дофига машин то есть второе дополнение ну первое дополнение точнее за байкер так это вообще как-то посвящено мотоциклам потому что в чем проблема что типа хотите сказать байкеры свои мотики не тюнингуют ха-ха конечно четыре раза блин то есть как бы тут в общем странно особенно кстати учитывая вот вспомнить например такую штуку как тот факт что когда ты играешь за байкера насколько я помню там есть такие ну типа как бои с этими с врагами когда приезжаешь ты и приезжают твои ну соклановцы что ли да ну это байкерские клубы такие же ребята вот то есть и у меня например с самого начала я помню когда я проходил это дополнение пытался его проходить будем честны но я прошел нет это дополнение я прошел хоть я вообще не помню вот честно все что я помню что там за байкера И там очень много миссий серии Пойди туда и убей целую армию Притом, что в какой-то момент Реально начинает бесить Потому что это бред сивы кобылы Совсем бред сивы кобылы Получи Вот Мне удивилось, что там не было Никакой прокачки именно твоей команды Купить им всем бронежилеты Улучшить оружие, еще что-то И прям к пиби приехал Прикольно Мы Брюсе будем звонить или что как Так, ну-ка погоди Подожди Брюсе Гонка Так может он сейчас скажет, что еще какая-нибудь есть Да ладно Есть А может действительно то, что я тупо переехал в другой город В прошлый раз сказал он, что все А здесь я переехал в другой город И типа Надо будет еще полицейских посмотреть Полицейских наверняка тут свой список Плохих Плохих детишек Которые получат Такой нехилый подарок Ну тут я говорю, с этими гонками опять проблемы Сколько я на ней заработал, да? Я говорю, вот если бы была прокачка Вот если бы был тюнинг, да? Такой, знаете, минимальный Вот реально самый минимальный Но если бы он был Это было бы намного интереснее Потому что, например, сделать так, что За прохождение, допустим Каждого Ну, каждой локации, да? Ну, вот если у Брюси эти гонки делятся на Соответственно, вот Сколько там? Раз, два, три Ну, четыре пусть Локации, да, например То есть за прохождение каждой локации Тебе бы давался там Ну, не знаю Какой-нибудь доступ К каким-нибудь Прикольненьким улучшалкам Или, например Какой-нибудь специфический магазинчик Тебе бы говорил Чувак, теперь ты можешь нам звонить И заказывать какие-нибудь Очень прикольные тачки Которых, типа, нет Ну, допустим Которых очень сложно встретить на улице Ну, что-то такое Ничего ведь особенного, да? Если вдуматься Но такая система поощрения Делала бы гонки куда прикольней Потому что, ну, деньги Ну, блин Понимаете В этой игре Тебе придется искать бесплатные плюшки Потому что Чтоб просто набрать полный арсенал За свой счет Это, блин Тут, извините, гонки Тут даже если Ой Здравствуйте Мадам У вас такие очки А ваши машины? Че мне все время назад стоять? Азад-назад, блин О, мадам Очки-то у вас красивые Да ладно Пять кругов Серьезно Где же я так много решил-то, а? О, понятно Пять Ну, пять, конечно, не шесть Пять лучше, чем шесть Но хуже, чем три, блин Совсем идеальный вариант Это один круг Вот я говорю Минимальная какая-то система Ну, как сказать Поощрения за вот эти гонки Какие-то уникальные машины Может быть, какой-то Тюнинг Не надо слишком изощренный Просто банально он появляется Что, типа, у тебя там Какая-нибудь Мастерская там По одной на каждом острове Где-нибудь стоит Куда-то можешь приехать И слегка потюнинговать свою машину Самое смешное Что ведь много-то и не надо На самом деле Буквально много не надо А в итоге, говорю, за прохождение Каждой там группы гонок Ты получаешь В доступ Просто какую-нибудь Офигенную машину Специфическую Допустим Ну, это я думаю Это было бы правильно А здесь эти гонки Реально как-то Вот какой-то Такой очень Очень, как сказать Очень Ленивое заполнение времени Ну, то есть, типа Да, окей Они есть Ну, и что Спрашивается А ничего По факту Даже вот если вдуматься Об их сложности Вот сейчас, да А, я проехал Ой, отлично Круг действительно Небольшой Даже если вдуматься Вот про сложность Эти гонок Вот сейчас Почему у них Такие плохие машины Ну, то есть, ведь Они не просто плохие Они реально плохие То есть, они Не просто Это не так Они не просто хуже Например, чем моя Они реально плохие То есть, это машины На которых Ну, я бы на гонку Просто не поехал Вообще никак Я бы вон такси взял Оно их уделает Всех на раз-два Такси Или там Полицейского Ну, то есть То, что я езжу Вот на этой Персеевской Ну, это просто потому Что у меня, извините Есть хоть какая-никакая Хоть в зачаточном состоянии Но все-таки Присутствует банальная логика Минимальная Но все-таки Я тебе говорю Ну, что это такое Вот где они Вот, кстати А давайте проверим Сейчас Дойдем до финиша Где-то А, здесь давай А, ну, кстати, нет Нормально Не так уж сильно Они отстают Окей, хорошо Ладно Я что-то думал Что тут Было интересно Вообще В какой момент Они меня догонять будут Ну, видите Как я здесь расслабился Я же реально еду И Ну Что я как-то Уж очень сильно напрягаюсь Да нифига подобное С другой стороны Опять же Хорошо, что они Не пошли по читерному Варианту Предыдущих частей Ну, потому что там А там ведь еще хуже По сути было Потому что там Овчинка выделки Вообще не стоила Ты вообще ничего не получал Ты получал какое-то Количество денег И типа Ты приехал первый Ну, обосраться Блин, спрашиваю Называется Умереть не встать Офигеть какое счастье И чё Собственно, поэтому Меня гонки Никогда особо не привлекали Именно в GTA Ну, то есть Как бы выиграл Выиграл, не выиграл Пф, да и болт с ней Какой Зачем Понятно, что С точки зрения реализма Это и в реальной жизни Примерно так и происходит Ну, то есть Типа, ну, выиграл гонку Вот те деньги В аляцию Чуть еще надо, да Но, блин Мы не в реальной жизни И дрить его в корень В топку реализм Реализма мне В реальности хватает, блин Как раз имеет смысл Поощрять Опять же Могли бы Сделать, например Возможность в гонках Перестрелки Ну, а что Какие-нибудь Некоторое количество Особых гонок Где противники Друг друга бы стреляли Вот, это было бы Вообще весело Я думаю Четыре Блин, два круга еще Задурить можно Это опять же Возвращаясь к тюнингу Например, какие-нибудь Боевые гонки Ты, например, можешь Повесить на свою машину Там какой-нибудь Дополнительный Усиленный корпус И так далее Помните, как Фильм 3Х Вторая часть Нигде этот Как я его Блин, забыл Как зовут уже Персонаж Главный герой С Форсажа Снимается Блин, вылетел из башки Дуэна Джонсона Помню А этого Блин Да как же Возвольт, а? Ну вы поняли В общем Главный герой Форсажа Ну вот Не он снимается А вторая часть И там Скажем так Чернявая замена Такой Весь из себя На понтах Дяденька Вот Там же Был момент Такой интересный Что когда они пошли Типа штурмовать Этот белый дом А это типа Чё-то как-то Усиленные корпуса Кевларовая панель На машину И понеслась Согласитесь Тут было прикольно Например В догонке Где тебя могут Где противники Друг друга стреляют Ничего особенного Ну например Тюнинговать машину На тему там Типа дополнительной брони Какой-нибудь По минималке Короче ладно Это я уже мечтаю Такого никогда Чтоб такое реализовали Но опять же Я не знаю пятую часть Может там всё это есть В конце концов За что-то же народ её любит Уже чёрт знает Сколько лет До сих пор она там В топе продаж Чё-ничего И до неё доберёмся Четвёртую Да пройдём Пятую начнём играть Она у меня есть В конце концов Да здравствует Epic Games С его халявой Не ожидал От них такого Вообще Никак Правда я не смотрел Что это за халява Ведь есть же Насколько я знаю Там в GTA Мультиплеер есть Может там чисто Какой-нибудь халявный Кажется что там Где-то компания Или ещё что-нибудь Я не проверял даже Купил и всё Так что это будет Для меня так сказать Первый опыт Так что Как-то Будь со мной понежнее Ну чё Доехали Всё Финал Ну кто-то А Как раз время прошло Вы Подебили Подебили Опа Вот собственный Мотоцикл Блин Ну вот мне мотоцикл Не особо нужны На самом деле Нафига мне мотоцикл Согласен Нафиг не надо Так Я знаете что предлагаю Давайте-ка мы сохранимся Надо Между Миссиями Всё-таки Сохраняться На всякий случай А то у меня же была ситуация Когда запись Не включ Когда точнее Запись как-то По-хитрому Сначала включилась А потом очень по-тихому Выключилась И блин Кто так Шопаки Ника Джерри Хотел тебя видеть Это касается Твоей девушки Навести его В тюряги Эм Господа Как это В очередь Сукины дети В очередь Вы чё блин А зверели что ли все Так Сначала у нас Идёт ПБ Опа Моя машина Сейчас вторая Туда влезет Ну Теоретически Должна влезть Влезл Нет В целом Если мотоцикл Подвинуть Слегка изгольнуться То сюда все влезет Ладно Давайте Небольшой перекур Сейчас Как обычно И потом продолжим Как всегда Будет Три или четыре серии Все Как обычно Перекур Должна влезть Должна влезть